Последнее наставление и Таисия выходит на лед. Спокойствие, старательность, сосредоточенность. За два года спортсменка собрала горсти медалей, привыкла к победам, но сегодня безупречно не вышла, подвел прыжок. Мама Алина объясняет, ребенок перфекционист и даже тренировку накануне завершала дважды, пока не было идеально. Она не хотела уходить со льда с таким прокатом, ну так скажем посредственным, когда как бы, ну сделала элементы, можно идти. И она в слезах вернулась, это не моя абсолютно прихоть, я мама, которая не заставляет ее чем-то заниматься. И она сама пошла, перекатала чисто, так, чтобы она ушла, наверное, с чистой совести. Соревнования на вершинах вдохновения, организованные клубом «Сибирский лед», ежегодно собирают максимальное число спортсменов. В этот раз Барнаул принял 200 фигуристов из городов Края, Новосибирска, Прокопьевска, Новокузнецка, Кызыла. Волновалась, нет? Нет, не волновалась. А мама? Мама всегда волнуется, каждое выступление, как бы. Ну, для ребенка, я думаю, если она подбирает любимую кузовку, да, под которую ей нравится танцевать, то это просто для нее, как бы, да, игра такая. Категория юных спортсменов была самой массовой, но далеко не единственная. Лед этих соревнований открыт и профессионалам, и любителям, например, которые встали на коньки всего пару месяцев назад. И захват, да. Я не могу держать захват. А захват это что такое? Ну, если можешь, покажи. Ага. И сколько нужно секунд продержаться в захвате? Вроде в восемь. Дети, которые приняли решение, что они хотят заниматься фигурным катанием, ну, например, лет в десять, скорее всего, уже в профессиональном спорте не смогут себя реализовать. Потому что юношеский разряд разрешено сдавать только до 12 лет. Да. А за два года освоить там все двойные прыжки, сложное вращение, это проблематично. Но мы считаем, что очень важно таким детям тоже давать возможность как-то себя проявлять. Мы принимаем таких детей в группы, которых мы называем юниорские группы. У таких детей нет ограничений. Они могут кататься хоть до пенсии. Про пенсию не преувеличение возрастного потолка у этих состязаний нет. Кто мечтал в детстве стать фигуристом, спустя годы здесь – 30-летние, 40-летние, 50-летние новички. Этот мандраж граничит с вот этим чувством, с этими невероятными эмоциями, которые хочется получить. То есть они гораздо сильнее, чем страх. Это как праздник такой, праздник души, праздник себя. Самые взрослые фигуристы волнуются больше всего и меньше всего настроены на конкуренцию. Праздник любительского спорта с каждым годом набирает все больше оборотов. Так что всем поклонникам фигурного катания найдется место на льду. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком.